Одна и та же находка может получать разные названия. Ну, допустим, вот, человек из Тотовеля. Сейчас, чаще всего, он рассматривается как образцовый хомо гельдбергенсис, на самом деле. Ну, практически идеальный. А то, с другой же стороны, его описывали как раннего неандертальца. Почему бы и нет? А его описывали как отдельный вид, вот этот самый хомо таутовеленсис. Самостоятельный, независимый от Гельдберга. И еще там у него названий пять, наверное, есть. И как хомо эректус его описывали, то же самое. Как просто продвинутый хомо эректус, а почему нет? Но сущность самого черепа от этого не поменялась ни разу. И датировка у него все те же самые 400 тысяч лет назад тоже не поменялась никак. То есть, опять же, не в названии дела.